Хорошо, если знаю. Примерное количество. Понимаешь? А все это вот так вот, теоретически. Но это все деньги государства. Спасибо. Их идеи часто критикуют модераторы. Но это лишь для того, чтобы довести их до ума и воплотить в реальность. В Ульяновской области состоялась 15-я по счету стратегическая сессия. Прошла она на этот раз в Майенском районе. Напомним, площадки под лозунгом «Движение вверх» нужны для обсуждения актуальных вопросов и создания плана развития каждого района на ближайшее будущее. Инициатива собрать народные идеи принадлежит главе региона Алексею Русских. К счастью или к сожалению, люди часто мыслят лозунгами. И действительно говорят просто о красивом будущем, а не о конкретных действиях, которые необходимо предпринимать. Поэтому здесь необходимо, конечно, направлять. Прежде всего, слышать, слушать людей и помогать им сформулировать те идеи, которые у них рождаются, просто-напросто направлять. Схема работы все та же. Идея, аргумент, результат. Поэтому принципы жителей Майенского района высказали свои соображения сразу по трем темам. Пожалуй, самые жаркие дискуссии развернулись по поводу идей в сфере демографии и семейной политики. Это на законодательном всероссийском уровне представить возможность гарантированного поступления детей из многодетных семей в любое высшее учебное заведение страны, если ребенок из многодетной семьи не прошел на общих основаниях на бюджетное место. Но это не значит, что такой студент не должен учиться. Скорее, грызть гранит науки придется усерднее. Ведь бюджетное место за неуспеваемость можно легко потерять, как и получить, добавляет автор идеи. Прекрасной половине участников стратсессии по душе пришла с инициатива по увеличению срока отпуска по уходу за ребенком до 4 лет. Некоторые в результате голосования поддержали народные идеи по созданию в районе института семьи. Это будет здание, и возможно даже не одно, чтобы прежде чем создать семью, то есть он будет начинаться еще с формирования семьи. То есть чтобы молодые люди, когда они создают семью, чтобы они уже имели представление о том, что такое семья, о том, что семья – это обязательно дети. Ну и по возможности, конечно, чтобы их было, например, трое. К обсуждению блока, касающегося экономики и бизнеса, к участникам присоединился помощник полномочного представителя президентов ПФО Сергей Морозов. Он посоветовал участникам акцентировать внимание на удачной логистике района и предлагать идеи, исходя из этого. Морозу, в свою очередь, пообещал все удачные народные инициативы донести до президента страны. Сейчас формируются вообще элиты, новые элиты стран, новые элиты в странах. И я бы хотел, чтобы Ульяновская область была, так же, как и прежде, большим лидером. Ну, вот, например, мне импонирует о том, что достаточно приличное количество людей, которые здесь заседают на этих площадках, говорят не о прошлом. И говорят даже не о настоящем, а смотрят, что есть у них и как этим можно воспользоваться в будущем. За будущее на страцессию пришли породители-дети. О том, каким они хотят видеть свой регион, малыши рассказали в рисунке. Здесь и мирное небо над головой, и новые дома, и счастливая семья. Своё коллективное творчество совсем ещё юные жительницы Майны подарили Сергею Морозову в надежде, что он всё исполнит. Мы хотим, чтобы наш посёлок был красивым. Ну, если честно, я тоже хочу, чтобы посёлок был похож на вас троих. Таких же вот красивых, весёлых и очень умных. Но тогда надо, знаете, вот, я готов здесь вместе с вами это всё разобрать и найти решение. Но при условии, что вы мне будете помогать. Да. Будете? Да. Стратегические сессии проходят в каждом районе области до середины сентября. Следующими своими идеей поделятся жители Теренгульского района. Рината Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ, Измайнского района.